Мне рассказывали, что он после школы, закончив только школу, уже где-то работал, но при этом он пришел и попросился в театр на работу. Его взяли монтировщиком сцены. Так Петр Григорьевич начинал свой профессиональный путь в театре. В юные годы он работал амосветителем, электриком и машинистом сцены. Потом был городской парк культуры и отдыха, республиканский театр кукол, филармония и многое другое. И в 1998 году он пришел в русский драмтеатр директором. Если бы не Петр Григорьевич, то этого бы театра, вот этого красавца не было бы. А он первый инфаркт получил, так сказать, из-за вот, когда он пробил строительство, пробил. А это, это основа, когда есть, никогда бы не было этого, этого здания, потому что он, он положил на это, он сказал, я обязательно театр построю. Петр Степанов принимал участие во всех этапах строительства. Начиная от проектирования, добивался, чтобы учитывали пожелания труппы, режиссеров, дирекции. В июле 2009 коллектив осваивал новое помещение. Этот человек умел быть не только строгим, он очень многим людям помогал в нашем театре. И это может большинство людей, которые связаны с его общением, как с руководителем, помнят. И, я думаю, надолго теперь не забудут то, что он для них сделал. Но я хочу сказать, что он очень больно порой, с болью сердца воспринимал все те беды, которые случались с каким-либо человеком. В этом году театр отметил 90-летие. Были новые постановки, награды, гастроли и последние слова директора. Театр 90. Что ему пожелать? Творчество, творчество и творчество. А чтобы оно было, это творчество, безусловно, всем здоровье отменившим. Потому что он забирает очень много здоровья. Будем все здоровы, будем творить. Полную запись последнего интервью с Петром Григорьевичем вы можете посмотреть сегодня после выпуска новостей. Редакция телеканала выражает соболезнования коллективу театра, родным и близким. Гражданская панихида пройдет в Русском драматическом театре 17 сентября с 12 часов дня.